В 2003 году у меня родился мальчик, которым мы диагностировали при рождении синдром Дауна. На тот момент мы, конечно, не ожидали этой истории, такого разворота событий. Когда мама носит ребенка, она представляет, что у нее все вырастет, станет врачом, ученым, космонавтом. Все равно какие-то планы у мамы есть. При рождении, когда я ей озвучиваю диагноз, что ребенок будет с особенностями, она понимает, что ее планы не звудутся. Естественно, мама пытается отвергнуть эту историю. «Да, нет, у меня все будет хорошо, вы ошиблись». Отрицает первые стадии отрицания, что это неправда, не может быть. Потом начинает искать причины, откуда это взялось, почему так, почему у меня. Понятно, что первые шоковые моменты, вопросы возникают у мамы. Детский сад – да, нет. Школа – да, нет. Профессия – да, нет. Что дальше? Историю Натальи на свой лад могли бы рассказать сотни тысяч женщин по всему миру. Синдром Дауна – следствие генетической аномалии. По каким причинам она возникает, до сих пор неизвестно. Это не зависит от образа жизни родителей, их здоровья, национальности или цвета кожи. В России ежегодно рождается больше двух тысяч детей с синдромом Дауна. Ничьей вины в том, что у ребенка есть лишняя хромосома, нет. В России ежегодно рождается больше двух тысяч детей с синдромом Дауна. У нас у него даже свой компьютер, свой телефон, свои наушники. Он свободен в своих желаниях, поступках. Хочет, смотрит телевизор, хочет, танцует под музыку, которую включает. И занимается в течение дня, чем хочет. Он скрывает пароли на телефонах. Ну, как бы так вот. Есть у него такая особенность. С методом подбора, видимо, подсматривает. Пароль есть. Пароль есть, да. У него идеи иногда рождаются. Он говорит, надо машину поменять. Все, садится искать машину. На телефоне открываем телефон. СМС. Вам назначен персональный менеджер. Лада-концерн. Ну, нормально. То есть он, видимо, отослал заявку. Ему назначили менеджера. Ну, все, то есть можно теперь покупать машину. Смотри, какой ты маленький. Это ты? Че, нет? Я? Нет, это я тебя фотографировала. Это ты маленький. Самая-самая-самая первая твоя фотография дома. Мы Максима вкладывали много. В любого ребенка нужно вкладывать. В особенного, не в особенного. Да, потому что, чтобы он вырос успешным, чтобы он был востребован в этой жизни, чтобы он в ней хорошо ориентировался, в него нужно вкладывать. И чем раньше, тем лучше. В театральной мастерской общественной организации «Планета друзей» диагнозы ДЦП «Аутизм. Синдром Дауна» не помеха игре на сцене. И эта игра не в поддавки. Занятиями с особенными ребятишками руководят актеры Умского академического театра драмы Егор Уланов и Игорь Костин. И они добиваются результата. Коллектив «Мастерской» завоевал признание за пределами региона. Их работа неоднократно была отмечена на престижных фестивалях. Ругайся на него, Макс! Выгоняй его! Ты что, выгоняй его? Ложись! Была такая штука, что если ребенок с синдромом Дауна может переставить стул, ему нужно поаплодировать. Ну, как бы, меня это смутило. Мне кажется, это, думаю, господи, что такое переставить стул? А вот сыграть историю от и до, и действительно ее как-то... сыграть спектакль и быть при этом смешным, красивым, классным, вот, это другая история. Найти их юмор, чтобы мы могли над ними посмеяться, как они над нами смеются, и мы над ними. Это стало нашим главным. Мы это как-то обрели, как-то это случилось вот спустя там два года. Мы поняли их какой-то юмор, их природу существования. У тебя они сапогонки? Вот так. Рекрасно! Они не загружены тем, что происходит сегодня. Ну, как бы, им не надо об этом думать, да? Там, где там заработать денег, там, как прожить, где найти это, там, это. То есть они не загружены этим бытом таким земным, поэтому они неземные. Матня! Поселиться! Матня! Матня! Матня, что это делать? Родители сказали после первого спектакля нашего, почему так мало хлопают. Потому что люди смотрят. Им некогда отвлекаться. То есть они наблюдают, они смотрят весь спектакль, они не смотрят, как ребенок переставил стул. Летом 2020 года не стало ведущего актера «Солнечной труппы» Саши Волгина. Согласие мамы Саши мастерскую переименовали в театральную мастерскую имени Саши Волгина. Я с ним много занималась. Мы в боулинг ходили, он плавал хорошо, в бассейн ходили. Он очень пластичный был, очень подвисный был. В театре он играл главные роли. Ему доверяли как-то, потому что он был очень ответственный. Но он и взрослый был. Ему было 34 года. Если ему дали роль, он меня замучает дома. Он не дает ни минуты посидеть. Если я чем-то занята телом, вроде нет. Только я чуть-чуть присела, он уже идет со своим текстом. И уже давай роль будем учить. Давай роль будем учить. Он очень ответственный был. Как бы это такой сильный был удар для нас. Мы еще были в отпуске, нас не было здесь. И нам просто позвонили, сказали об этом. И мы подумали, что будет справедливо начать с нуля. Ну, как бы так будет честно. Просто все, начнем новую историю. Встаньте, чтобы всех было видно. Зину поздите. Давайте, Зина. Вот все немножечко вот так пододвигайтесь в одну линейку. Новой главой в жизни ребят стало знакомство с современным танцем. С помощью творческой лаборатории искусства и инклюзии из Екатеринбурга омские актеры с ментальными нарушениями под руководством профессиональных танцоров создали пластический спектакль «Люди летают». Для уральской студии Омск стал третьей хореографической лабораторией. Чуть-чуть подальше, иначе, Максим, у тебя лицо в темноте. Всего две недели на то, чтобы расправить крылья и научиться летать. И позволить себе полную импровизацию. Вместо заученных движений – танец души. Красивый, трогательный, разный. Люди с особенностями, и у них очень хорошо получается через движение именно передавать свои эмоции. И мы не учили какие-то конкретные движения. Они работают на образах. Это просто импровизация, это какой-то, наверное, внутренний, живой танец, такой искренний, который рождается здесь и сейчас. Мне нравится с ними уступать и вместе быть среди друзей. Пеленки для малышей в родильных домах, простенькие распашонки для малоимущих семей, носовые платки, постельное белье и скатерти – на заказ для всех желающих. Это работа, и не всегда женская. Мужчины тоже могут добавить свою строчку. Сейчас здесь занимаются 20 человек, в их числе Максим. Он приходит сюда с удовольствием. Ребята не только шьют, но и придают своей работе товарный вид. Учужат и упаковывают готовые изделия. Вот отсюда начинаешь, закрепочку по кругу прострочила, и вот здесь остановилась, чтобы потом можно было резиночку вдернуть. Да, вот тут, вот, да. Швейная мастерская «Добрый челнок» уже 7 лет дает возможность людям с ментальными особенностями реализовать себя во взрослой жизни и быть полезными обществу. Например, их помощь очень пригодилась в начале пандемии. Когда средства индивидуальной защиты были в дефиците, ребята шили маски и медицинский халат. У кого что получается. Есть дети, которые шьют на машине, на швейной. Они хорошо с ней справляются, умеют заправлять ее. И ниточку верхнюю, и нижнюю тканью работают. А есть, которые ребята послабее. Ну, может быть, им просто больше времени надо для того, чтобы они это делали. То есть, ребенок, я смотрю, что у него больше развито, с чем он может, ну, отозваться вот в душе. И тогда вот он, ну, делает то, что он может. Максим, допустим, что не говоришь, он вот так. Я говорю, не понял? Подойду, говорю, вот так. Понял? Понял. Они понимают. Но меня они воспринимают, наверное, не как педагога, как маму. Когда ему было 4 месяца, я вышла на работу. На тот момент я работала в Омском государственном университете имени Достоевского. Вышла я на работу специально, чтобы находить информацию. На тот момент интернет был только на работе. Еще не настолько распространен был дома. И там на компьютере я искала информацию о том, как заниматься с детьми. На одном из сайтов, где общались мамы таких детей, я познакомилась с мамой из Омска, у которой только-только родился ребенок с таким же диагнозом. Им было всего 2 месяца. И эта мама предложила встретиться. Оказалось, что в ее окружении есть еще одна мама. Мы договорились, что мы встречаемся. Мы встретились, посмотрели друг на друга. И на этой встрече, в общем-то, решили, что надо искать еще таких же родителей и создавать что-то типа родительского клуба, организации, чтобы помогать детям в развитии. К 2008 году наш актив насчитывал 13 семей, в которых росли дети с синдромом. И вот мы зарегистрировали организацию. Из клуба поддержки семей, объединенных одной проблемой, со временем «Планета друзей» превратилась в центр с тремя филиалами, где особенные дети могут получать многостороннее развитие, а их родители – психологическую помощь. Работа такая строится очень многоплановая. У нас очень хорошее оборудование. И в зависимости от потребности ребенка, выстраиваются занятия. Кому-то нужна больше такая физическая активность. То есть мы проводим тренировку в виде фитнеса, силовые упражнения, растяжки. Кому-то больше нужна сенсорная интеграция. Здесь у нас качели, гамаки, оборудование для тренировки вестибулярного. Аппарат для тренировки чувствительности тела. Возраста у нас от самых маленьких, там чуть больше годика уже ходят ребятишки, до взрослых детей, 18 плюс у нас есть детки. Ну, как бы мы их называем детьми, но это уже взрослые люди. Улыбнулся, порадовался, засмеялся. Это уже для некоторых детей очень такой хороший прогресс. У нас были специалисты, приезжали из Петербурга и рассказали свой опыт. И вот мы решили этот опыт перенять и сделать такую мокрую комнату. Задача специалиста в этой комнате через водную среду. То есть вода – это очень такая хорошая среда для развития ребёнка, для развития его интеллектуальных способностей, для развития его чувствительности тактильной. И через воду идёт развитие ребёнка. То есть там предлагаются различные тоже упражнения, игры с водой, с пеной, с гидрогелевыми этими вот шариками. Дети очень эту комнату наши любят. Эти занятия и дети, и подростки стараются не пропускать. Ведь пушистые доктора так дружелюбно виляют хвостом и так искренне проявляют свои эмоции. Канистерапия – особый вид социальной и медицинской реабилитации. Подходит даже самым замкнутым ребятишкам. Уже после пары сеансов заметен прогресс в эмоциональном состоянии ребёнка. В принципе, как люди, мы всех склонны оценивать, но когда ты чем-то отличаешься, тебя оценивают ещё строже. А собаки не оценивают. Вот ты приходишь к ним, такой ребёнок, и говорить не умеешь. Собаки говорят – да, окей, мы и так с тобой найдём, чем заняться. Ты плохо двигаешься – да ничего, мы полежим рядом, а ты будешь там тренировать пресс. И мы сами учимся у них этому. Руководитель зоотерапевтического центра Юлия Стрельская когда-то оставила журналистику, чтобы вместе с собаками-лекарями помогать детям. Мы хотим, чтобы этим детям было проще. Мы хотим, чтобы люди увидели в этих детей такие же таланты, которые мы видим в них вот здесь каждый день. И когда дети видят свои возможности, когда родители это видят, ну, это есть и маленькие чудеса, которые, наверное, доступны в нашем материалистическом мире. Мир бывает неоправданно жесток к таким детям. Иногда они превращаются в изгоя в двора или школы. Каждый из родителей особенных ребятишек может вспомнить ситуацию, когда приходилось срочно уводить ребёнка от косых взглядов или прятать от откровенной агрессии. Многие отворачиваются от людей с физическими отклонениями, потому что попросту не знают, как себя вести. Самые сложные моменты на сегодняшний день, это, конечно, вот в принципе у особых детей, это проблемы с профессиональной реализацией, с получением профессии, с, в принципе, доступностью этого образования и с нахождением работы, то есть чтобы человек мог себя реализовать, мог приносить пользу. Мы, в принципе, все на это нацелены, да, что мы живём, чтобы работать, чтобы приносить пользу себе, там, обществу и так далее. Для этих ребят это самая сложная история. То есть они бы и готовы, может быть, были, потому что и школы, и сады, и, ну, даже пусть училища, да, те, кто заканчивает, не получает профессию, а дальше, получается, невостребованы они. Извините, мы вас на работу не примем, ну, то есть крылья обрубают, и на этом всё заканчивается. Налить кофе, принести, унести, ну, это же доступно, в принципе, даже людям, ну, недалёкого ума. Почему нет? Не каждый работодатель рискнёт найти место для особенного человека в своём коллективе. И потому в вопросе трудоустройства очень важно создавать прецедент. Наталья рассказывает, что в копилке их достижений есть официальное трудоустройство. Мальчик Саша Белов, один из самых старших на их планете, даже завёл трудовую книжку. Что делать вот взрослому, который вот растёт, 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 и ему бац, и раз в 18 лет исполнилось. Что с ним дальше делать? Кстати, скажу, что Саша у нас некоторое время даже работал официально. У него есть трудовая книжка, которую мы заводили, и у него есть запись трудовой книжки. Он у нас работал уборщиком. То есть можем гордиться, что у нас в Омске работал человек с синдромом Дауна официально. Пробивать стену человеческого равнодушия, чужой брезгливости и обыкновенного страха впустить в своё поле зрения физический изъян – испытание, которое способно выдержать только сильное и очень любящее сердце. Наталья уверена, что её личная история поможет сделать проще путь других женщин, которые только столкнулись или ещё столкнутся с особенностью своего ребёнка. Им не придётся спотыкаться там, где она и её команда уже за них набили себе шишки. Мы сейчас уже 18. За 18 лет однозначно отношение в обществе поменялось 100%. В лучшую сторону. То есть всё равно на улицах чаще можно встретить людей с особенностями, их можно видеть. И если до Максима я в принципе, ну я и не обращала внимания на таких людей, то сейчас как бы проще. Я их вижу, я их выцепляю взглядом, ну потому что я в этой истории. Люди, которые с этой историей не знакомы, они в принципе, ну как бы может и не присматриваются. Сказать, что прям были истории негативные, я не могу. Хотя знаю, что некоторые мамы наши сталкиваются с историями. И во дворе, когда родители, ну как бы просят уйти, или сами уходят, встают и уходят. И в поликлиниках, ну как бы есть недовольные, да, что такие дети и такие люди, они приходят вот за теми же услугами, что и они. Очень многим мамам нашим, вот те, которые к нам приходят, им на самом деле нужна психологическая помощь и поддержка. И мы стараемся ее оказать, ну и я в том числе. То есть я могу с мамой сесть, поговорить, поплакать, если надо вместе с ней, вспомнить, как это было у меня, как у нее сейчас. Ну то есть такие общие точки соприкосновения, потому что никто другой, кто не в теме, он так не поймет. В основном это удивление. Удивляются, непонимание. Кто-то негативно реагирует, кто-то с пониманием, с сочувствием реагирует, как бы входит в наше положение. В целом все доброжелательные люди настроены. Когда люди вот сторонятся, их или пугаются, мне так интересно это все, и думаю, неужели вот правда, наверное, пока человек сам не окунулся в это вот, в боль в эту, он никогда не поймет нас, родителей и материи. Как оставаться сильным? Находить себе какое-то занятие. Потому что большинство тех, у кого есть такие дети, у них меняется жить кардинально. Да, очень многим приходится увольняться с работы, оставаться в четырех стенах с ребенком, постоянно им заниматься, везде ездить. На фоне этого наступает выгорание. Для этого обязательно нужно находить какое-то свое занятие. Либо это спорт, либо какие-то другие увлечения. Ну, конечно, время тоже очень тяжело для этого выкроить. Но надо стараться, иначе ничего не получится. Парадоксально, но эти храбрые женщины, матери особенных ребятишек, совсем не хотят особенного отношения к себе и к своим детям. Ведь если их не гонят с глаз долой, то начинают изо всех сил жалеть, сочувствовать их будто бы загубленной жизни. А между тем они устали от крайностей. Им просто хочется быть на равных. Ведь они точно так же любят своих детей, волнуются об их будущем и желают им счастья. Детям и родителям деток с особенностями очень сложно в нашем обществе. Обычно две эмоции их сопровождают. Это или пренебрежение, с грубыми словами о том, что зачем вы родили, взяли себе, не отдали, до жалости бедненькой как-то с ним. А вот отношение просто, что все дети дети, и каждый ребенок уникален сам по себе, до этого нам, к сожалению, нужно пройти еще очень длинный путь. Наверное, у любого человека бывают взлеты и падения. Иногда, конечно, хочется все бросить и забыть, и вообще этим не заниматься. Но это ненадолго, потому что я понимаю, что кроме меня вот этим никто не будет заниматься. Вот на сегодняшний день это объективная история. Я не жду, что мне будет кто-то благодарен, что будет кто-то говорить спасибо. Я не жду, что мне будут что-то дарить за это. Для меня ценно то, что вокруг меня работают люди, которым интересно то же, что мне. Наверное, вот это самая большая моя ценность. У Максима полно бытовых обязанностей. Он помогает по дому, убирает посуду, моет пол, ухаживает за животными, кошкой и собакой. Может сам сходить в ближайший магазин за покупками. Если нужно купить что-то с замысловатым названием, мама Наталья пишет записку продавцам. Они уже знают особенного мальчишку и относятся к нему с симпатией. Ведь, по сути, мальчик вырос на их глазах. У них так же, как у нас с вами, все то же самое. То есть этапы взросления те же, может быть, чуть-чуть отсрочены. Ну, понятно, то есть все растет, человек тоже растет, все органы растут, половое созревание никуда не девается, гормоны тоже никуда не деваются. Все происходит, как у нас с вами. И это визуально видно, и это поведенчески видно. И работать с этим тоже надо. То есть не бывает так, что раз у человека нарушен интеллект, значит, он несостоятельен будет ни в семейной, ни в какой жизни. Ничего подобного. Любят, влюбляются, могут, хотят. Надо с этим работать и жить. Из нашего опыта у нас как бы могло бы получиться на сегодняшний день две семейных пары. Правда, одна у нас успела распаться. Распалась она не специально, просто девушка у нас уехала на ПМЖ в другой город. Но у них был опыт, скажем так, совместного проживания под крышей, скажем так, семьи. Опять же, тот же Саша Белов. И мы очень хотели их поженить. И сложилось. Прямо поженить в прямом этом смысле. То есть со свадьбы, со всеми историями веселыми. В конце концов, вот Кристину мама забрала в Москву. А Саша остался здесь искать новую любовь. Вторая пара у нас, в принципе, они вот только-только перешагнули. В прошлом году порог 18 лет. Ну, это мой сын и его подружка, которые они с детского сада знакомы. Поэтому, может быть, все и получится. Но пока они еще очень молоды. Максим, а ты вообще счастлив? Ну да. Впереди еще много всего у тебя интересного. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!